здравствуйте коллеги сегодня я вам хотел показать как пользуется приложение медскейп вот у нас это рабочий стол программа медскейп если вы будете спускаться вниз то это новостная лента которая будет обновляться ежедневно то есть сверху вы видите некую платформу которая включает себе drugs и конкуляторы и так далее то есть drugs это переводится как лекарство непосредственно заходим лекарства и ищем определенный препарат например допустим нашем случае она будет азитромицин после того как нашли азитромицин а вот у нас вышла так скажем рабочий стол азитромицин и что она что в себе включает то есть азитромицин так это у нас класс макролиды это бренды другие названия дальше 1 подраздел это у нас дозировки и показания второе это у нас взаимодействие третье побочные эффекты там дальше беременность фармакология изображение и так далее то есть первое подраздел это у нас дозировки показания то есть у нас тут показана дозировка и так далее то есть какие формы то есть таблетированная форма оральной суспензии то есть игра må будь граммулировка данное приложение дальше у нас есть п numb the позиатрический показания данного препарата и так далее дальше 2 подраздел ions взаимодействие взаимодействие мы заходим то есть данный препарат как чем взаимодействовать до с этим например с этим препаратом и так далее то есть третье это у нас побочные эффекты то есть побочные эффекты данного препарата как они расписаны если вы будете кропать вниз дальше на дополнительную информацию то есть дальше то есть допустим беременность то есть это описание данного препарата при беременности и при лактационном периоде непосредственно переходим дальше в фармакологию то есть это механизм действия то есть тут тезисно коротко все объяснено механизм данного препарата то есть дневная доза как его принимать и так далее дальше вы тут можете увидеть так скажем фотографии или описание вид данного препарата и как они выпускаются для тех кто кому сложно так скажем изучение английского языка и непонятен данное приложение вы можете просто заскринить допустим то что вам непонятно после того как вы заскринили непосредственно заходите в приложение переводчик который у вас есть например google переводчик в моем случае дальше выбираете камеру после того импортировать и выбирает данную фотографию которую вы заскринили и то слово которого вам непонятно то есть например допустим это да вы сразу получаете перевод то есть это перевод это дозировки и показания то есть если это например слова фармакология вот фармакология то есть мэйдж это у нас изображение в этом смысле спасибо что послушали это хотел я вам объяснить